Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня в нашем новом видео расскажу вам об уникальном и очень мощном по своей силе солнечном затмении. Оно произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня. Сам этот день наполнен невероятной природной силой, а тут еще и затмение. Я расскажу вам, что делать в этот день, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему. Я покажу вам гороскоп затмения, расскажу о его уроках для всех нас и отмечу людей, на которых затмение скажется наиболее сильно. Итак, мы с вами 5 июня уже вошли в редкий коридор из трех затмений и выйдем из него только 5 июля. Когда происходят три затмения подряд, два крайних затмения всегда проявляются гораздо слабее, чем затмения посередине. Когда мы с вами 5 июня наблюдали полутеневое лунное затмение, оно было слабо проявлено, так как происходило в полутене Земли. Легкую вуаль этой полутени хорошо была видна в телескопы. Таким же лунным полутеневым затмением 5 июля завершится этот период. А теперь о главном событии. 21 июня в 9.41 по украинскому времени или в 6.41 по Гринвичу произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Оно уникальное и очень мощное по своей энергетике. Как и все астрономические события, выстраивание Земли, Луны и Солнца в одну линию оказывает влияние на природу людей и животных. Когда мы говорим о сильном проявленном солнечном затмении, мы обращаем особое внимание на период около двух недель до и двух недель после него. В этот период в истории Земли люди наблюдали повышенную сейсмическую активность. Ураганы и штормы. Животные проявляли необычное поведение, так как сбивались их биоритмы. У людей в этот период может происходить ухудшение самочувствия, особенно у страдающих гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так как в период затмений ухудшается эмоциональный фон, нарастает тревожность, то как следствие увеличивается число аварий и травм. Берегите себя, не перенапрягайтесь и самое главное, учитесь управлять своим психологическим состоянием. В этот двухнедельный период до и после затмения будьте внимательны к происходящим с вами событиям. Могут произойти резкие повороты в судьбе. Поэтому очень внимательно принимайте важные ответственные решения. Будет лучше, если есть такая возможность, перенести свои важные дела и значимые события на период второй половины июля и весь август. Солнечное затмение — это всегда начало нового цикла, нового жизненного этапа для всех жителей Земли. Поэтому предлагаю отнестись к этому событию максимально внимательно. Тем более, что мы все люди, находясь на разных континентах Земли, проживаем этот момент одновременно. Студенты моей школы хорошо знают, и вы запомните, пожалуйста, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь в этот космически важный момент, такой будет у вас весь год. Тибетские ламы в момент каждого затмения молятся о благе Земли. Может быть, именно благодаря их молитвам Земля до сих пор жива. Мы с вами тоже можем помочь им в этом добрыми мыслями и делами, проецируя внутри себя и вокруг светлое чувство любви и добра. Именно так мы закладываем на будущее программу своего здоровья и счастья, а также на энергетическом уровне помогаем Земле восстанавливать экологию и природные ресурсы. Данное солнечное затмение лучше всего будет видно в Африке и Азии. Частично затмение Солнца может быть видно на юго-востоке Европы, южных регионах Украины и России, в Индонезии и на севере Австралии. Рассматривать Солнце в ожидании затмения опасно для глаз. Наблюдать солнечное затмение самым простым способом можно через очки со специальными фильтрами. Через обычные солнцезащитные очки смотреть на Солнце нельзя. А вот через очки или маску, которой пользуются сварщики, можно. Также можно смотреть на Солнце через непроявленную засвеченную фотопленку. Может, еще у кого-то осталась такая. Через рентгеновскую черную бумагу тоже можно. Я также наблюдала за затмением Солнца через закопченное стекло. Подержите кусочек стекла над свечой и хорошо его закоптите, чтобы она стала черным. И даже если на вашей территории затмения видно не будет, все равно очень важно сделать ритуал в точную фазу затмения плюс-минус час от него. Тем более это воскресенье, и многим из нас спешить некуда. В нашем астрологическом календаре для Украины на июнь месяц, в ячейке 21 июня, мы видим символ солнечного затмения, точная фаза которого произойдет 9 часов 41 минуту по киевскому времени. По всемирному времени минус 3 часа, это 6 часов 41 минута. Обязательно заранее узнайте время, когда в вашем регионе произойдет точная фаза затмения. Луна и Солнце в этот момент по всей Земле будут находиться в первом градусе рака. В этом и состоит особая сила и уникальность данного солнечного затмения. Ведь когда Солнце входит в первый градус рака, каждый год в этот момент отмечается летнее солнцестояние. По времени Украины в 2020 году это 0 часов 44 минуты, именно 21 июня. А по всемирному грильмическому времени момент летнего солнцестояния и точный переход Солнца в первый градус рака произойдет 20 июня в 21 час 44 минуты. Астрология изучает циклы планет относительно Земли. И на этом рисунке вы видите три самых главных цикла для нашей планеты. Самый малый цикл — суточный. 24 часа — это оборот Земли вокруг своей оси. Средним циклом является для нас всех обращение Луны вокруг Земли за 29,5 дней. И есть еще один годовой цикл. Для наблюдателя Земли 4 раза в году Солнце находится в особых значимых стояниях. Нам с вами известны такие дни, как весеннее и осеннее равноденствие, как летнее и зимнее солнцестояние. Когда Солнце входит в первый градус сна карака, наступает момент летнего солнцестояния, когда самый длинный день и самая короткая ночь. Наши предки-славяне в день летнего солнцестояния отмечали главный праздник лета — Купаву. Однако после принятия Григорианского календаря он перестал совпадать с самым длинным днем в году. Летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы. Обряды, принятые в этот день, были так важны, что мало кто решался их игнорировать. Считалось, что эти ритуалы определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год. В частности, от них зависело и счастье, и здоровье, и удача. До сих пор этот день отмечают во многих странах мира, а в Финляндии этот самый длинный день в году даже является официальным государственным праздником. Еще одна хорошая примета — встретить рассвет в день солнцестояния. Это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод. Считалось, что роса, собранная утром в этот волшебный день, обладает омолаживающим и лечебным эффектом. Или, как говорили наши предки, магической силой. По преданиям, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными. Вообще, если у вас есть какое-то заветное желание, то день летнего солнцестояния — самое время его загадать. Если это сделать, то, как утверждается в приметах, все мечты станут реальностью. С наступлением темноты устраивались факельные шествия и костры, которым также приписывалась магическая сила. Прыжки через костер по верованиям древних могли обеспечить процветание и защиту всей семьи. Влюбленные, взявшись за руки, прыгали через огонь трижды, чтобы их брак был счастливым, богатым и многодетным. И даже угольки из этого костра сохраняли на целый год как оберег от негативной энергии. Итак, друзья, я думаю, что я вполне доказала вам уже, что Солнце, Луна и Земля подарили нам с вами уникальный, волшебный и по-настоящему магический день — солнечное затмение в день летнего солнцестояния. Я более 25 лет делаю в Дне затмения особенные практики и обучаю им своих студентов в Школе астропсихологии на семинарах по холодинамике. И сейчас и вы узнаете, как готовиться к этому дню и сможете прожить этот день по-особенному. Итак, до 20 июня включительно нужно подвести итоги прошедшего годового периода, отдать долги, простить обидчиков, себя, если сами испытываете чувство вины, сделать хорошую уборку вокруг себя. Вам нужно с максимальной легкой душой и радостным настроением подойти к уникальному дню 21 июня. Давайте вспомним о магической природной силе этого особенного дня и празднично встретим восход Солнца. Заранее сверьтесь календарями, где указан восход Солнца на вашей территории. В Киеве время восхода — 4 часа 46 минут утра. Солнце в этот самый длинный световой день имеет самую большую силу. Принимайте с благодарностью первые лучи восходящего светила в своё сердце. Вдыхайте их в себя, а на выдохе посылайте свою любовь и добрые чувства в окружающий мир. Делитесь с природой и людьми. Помните в этот момент, что вы не один делаете это, а нас таких много. А затем, друзья, если вы на природе, умойтесь росой или скупайтесь в водоёме, ощущая невероятную очищающую силу воды. Всё делайте с великой благодарностью к миру и с гармонией в душе. Если вы дома, примите душ с благодарностью к водной стихии. За час до затмения обойдите свой дом или квартиру по часовой стрелке. Можно со свечой, можно просто с любовью. Разговаривайте со своим пространством, в котором живёте. Желайте ему добра, наговаривайте то, что вы хотите иметь в нём, от чувств и здоровья до материальных благ. Таким образом вы очищаете пространство своего дома, защищаете его от недоброжелателей и наполняете доброй энергетикой. За 15-20 минут до затмения напишите на листке бумаги несколько своих страхов или сомнений, которые мешают вам быть успешными в тех вопросах, которые вы хотите решить. Например, многим людям мешает лень, сомнения в своих силах. Этот листок я советую вам аккуратно жечь и обязательно заняться устранением данных качеств, психологически работая над этим в течение года. Некоторые эзотерики рекомендуют в затмении разотождествляться с дурными качествами методом мысленного накручивания своих проблем на какой-либо образ, например, катушки или на камень, а потом выкидывать его в окружающее пространство. Друзья, надеюсь, что вы понимаете, что такое ваше действие энергетически загрязняет окружающую среду. Это делать совсем нельзя. Земле и так трудно из-за огромного количества ментального и реального мусора. Любой отрицательный комплекс или страх имеет внутри вас негативную энергетику и плохо влияет на ваше здоровье. Очень рекомендую научиться несложной технике трансформации своего внутреннего минуса в позитивное качество. Любой внутренний минус существует внутри вас до тех пор, пока вы не научитесь прощению, принятию любви и благодарности. Я обучаю этой невероятно эффективной и доступной каждому человеку психологической практике на своих семинарах личностного роста. Кто хочет ближе познакомиться с ней, ссылку на видео в презентации метода холодинамики я оставлю в информации под видео. Там же вы найдете ссылку на медитацию, которую я советую вам сделать накануне солнечного затмения для проработки внутренних блоков, мешающих вам быть счастливыми. Можете делать ее раз в неделю до тех пор, пока сложное эмоциональное состояние не превратится внутри вас в гармонию, легкость, жизненную энергию и радость. Если вы решили бросить курить, то за пять минут до затмения вы курите последнюю сигарету, осознавая, что она последняя. И все. Распрощайтесь с этой привычкой. Мы с мужем 20 лет назад сделали это вместе и до сих пор не курим и совсем не хочется. А теперь самое главное, друзья. Весь мир, вся Земля проживает в затмении в один и тот же момент времени. Нас отличают только часовые пояса. И в этот момент, плюс-минус 5, 10, 15 минут, очень важно думать об общем благе страны, экологии, Земле в целом. Вспомните, что я вам рассказывала о тибетских ламах и помогайте им на уровне своих добрых человеческих чувств. Земля — это живой организм, и он очень нуждается в нашей с вами заботе. Мысленно, с благодарностью, обнимите нашу планету, пожелайте ей добра, процветания, изобилия. Думайте о мире во всём мире, представляйте образ светлого будущего своей страны, счастливых людей и направляйте свою Любовь на образы, которые вы представляете. Наши мысли и чувства творят нашу жизнь, особенно в такие сильные ключевые космические моменты. И за то, что вы помогаете своей доброй энергии Земле и другим людям, с этого момента о ваших личных потребностях начинает заботиться Высший Эгрегор. После медитации возьмите листок бумаги альбомного формата и нарисуйте большую пирамиду. Разделите её горизонтальной линией на две части. Внизу, в трапеции, начинайте писать то, что вам важно сделать в материальном плане в течение полугода или года для улучшения своей жизни и жизни своей семьи. Пишите реальные желания, но с небольшим вызовом для себя. Пишите сроки, которым вы хотите осуществить свои желания, с учётом благоприятных космических периодов. Не забудьте и про отпуск. Каждое видео я показываю вам общий годовой график космической погоды и отмечаю благоприятные периоды для важных дел. В конце этого видео я тоже дам некоторые рекомендации. В верхней части пирамиды напишите, какими вы хотите стать и над чем вам нужно работать над собой, чтобы стать ещё лучше. Это духовный треугольник. Каждому человеку нужно научиться любить себя и мир, в котором мы живём, благодарить за каждый день жизни, простить всех за всё и укрепить свою веру. Научиться жить с доверием ко Вселенной. А на самой вершине пирамиды я рекомендую вам написать намерение выполнить свою миссию на Земле, не уточняя её, а доверяя Высшим Проводникам. Они её знают и помогут вам. Главное для них, чтобы вы были к этому готовы. Благодаря такой практике год от года вы будете всё более спокойными, уравновешенными, счастливыми. Будете замечать вокруг себя больше добрых людей, потому что вы сами постепенно станете источником мира и гармонии. Мир вокруг — лишь отражение нашего внутреннего мира. Помните, как Амар Хаям сказал, «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листвы зелёной вязь, весну и небо говубое». Мы видим то, что хотим видеть. Научитесь, друзья, видеть прекрасное в этом мире. Но чтобы научиться этому, нужно изменить своё отношение к жизни. Нужно хоть немного изменить себя. Кто-то из вас может сделать это сам, а кто-то может пройти этот путь с нами. В гороскопе, а вернее в космограмме данного солнечного затмения, Солнце и Луна будут находиться в первом градусе Рака. Луна в знаке Рака очень сильна, ведь она у себя дома, а Солнце у неё в гостях. По Дейну Радьяру характеристика этого градуса звучит как радикальная перемена, точка, после которой нет возврата. Другой, уважаемый мной автор, астролог Исидор Косминский, характеризует первый градус Рака как символ сочувствия. В этом градусе стремление к тайным знаниям, любви к людям и желание доставить им радость, и лучи добра, которые мы сможем распространить в этот день, будут возвращаться к нам с возрастающей силой. Знак Рака символизирует в астрологии наши корни, родителей и наше отношение к ним, всех предков до седьмого колена, отношение к своей родине и традициям. Вся эта генетическая информация живёт внутри нас, а не где-то, поэтому каждому из нас необходимо будет в этой важной сфере жизни навести порядок. Необходимо будет простить своих родителей, навести психологический порядок в своём внутреннем мире, в своём доме или квартире, где вы живёте, если необходимо, сделать ремонт. Это общие задачи для всех нас на этот период. Среди вас есть те, кто уже учился у нас или уже знает свой гороскоп. Внимательно посмотрите, в какой дом попадает у вас первый градус Рака, а также 30-й градус Близнецов, в котором находится Северный Лунный Узел, олицетворяющий в астрологии путь развития и эволюции. Все три важные точки у каждого из нас попадут в определённый дом гороскопа, у каждого в свой, и мощнейшим образом включит по данной сфере жизни эволюционный процесс роста и развития. Если в данных градусах у вас есть ещё и планеты, знайте, что вас в течение года высшие силы поведут в нужную сторону. Доверьтесь им, это стоит того. Если вы не знаете своего гороскопа, где расположены у вас планеты, тогда мы всё равно можем выделить некоторых людей, рождённых вблизи данного затмения с 18 по 24 июня. Это для вас важный год больших перемен в той сфере жизни, где расположено ваше Солнце в индивидуальном гороскопе. Дерзайте и меняйте свою жизнь к лучшему. Данное затмение может оказаться знаковым и для людей, рождённых с 19 по 25 декабря, а также с 20 по 26 сентября и с 18 по 24 марта. Активно включайтесь в процесс позитивных перемен в своей жизни. Также подчеркну, что люди, которые рождаются в период затмений, получают от Вселенной особую судьбу, миссию. Самые важные события в жизни у таких людей тоже происходили в периоды затмений. Из известных личностей в день затмений родились Карл Маркс, Папа Римский Иоанн Павел II, изобретатель Иван Кулибин, наследник Британского престола принц Уильям, учёный Константин Циолковский, Николай Рерих и многие другие. Поэтому, если вы родитель такого ребёнка, будьте благодарны, что такая особая душа выбрала именно вас и будьте максимально ответственны в воспитании сына или дочери. Если вы сами родились в день солнечного затмения, трудитесь, не покладая рук. Изучите свои таланты, способности, много читайте, изучайте. Будьте активны и инициативны в своей жизни. Вам Вселенная доверила важную задачу. Вам нужно понять, в чём она заключается и обязательно её выполнить. И в конце нашего видео я хочу напомнить вам, что мы все проживаем сейчас в период коридора затмений и период ретроградных планет. Весь временной этап с 13 мая по 12 июля не является благоприятным для важных событий, касающихся социальных проектов, дорогих покупок, плановых операций, оформления союзов. В период ретроградной Венеры с 13 мая по 25 июня мы уже почти приспособились. Могу отметить, что он почти всегда выводит на поверхность трудности во взаимоотношениях с людьми. Выход здесь один – учиться любить и принимать людей, которые вас окружают такими, какие они есть. Всё, что происходит вокруг нас, это зеркало нашего внутреннего мира. Так что, если что не нравится снаружи, нужно прислушаться к себе, найти своё эго и перестать его кормить. Ретроградный период Венеры обязательно поможет каждому из нас сделать переоценку своих ценностей. С 18 июня до 12 июля Меркурий принимает эстафету ретроградности. Традиционно Меркурий отвечает за все виды связи, включая переговоры, приём на работу, обучение, редактирование, исследование, продажи и покупки. В данный период может замучить забывчивость и рассеянность. Будьте готовы к разного рода поломкам техники, телефонов, задержкам в пути, досадным ошибкам. Многим, скорее всего, придётся заниматься ремонтом, починкой, устранять проявленные слабые места, переделывать определённую работу. Вокруг всё в лучшем случае будет двигаться медленно, размеренно, а в худшем вообще буксовать на месте, требуя от вас дополнительных интеллектуальных или финансовых затрат, чтобы сдвинуть всё с места. Особое внимание обратите на период с 18 июня по 25 июня. В эту неделю проявляется одновременно три космических события. Ретроградный Меркурий с 18, ретроградная Венера до 25 и солнечное затмение 21 июня. Не попадите важными стартами хотя бы в этот период. Символически это как пробка на дороге в мегаполисе. По возможности планируйте до 12 июля текущие дела, ремонты, сделайте всю подготовительную работу, чтобы потом в благоприятный период начать успешно реализовывать свои старты. Итак, мои дорогие друзья, у Палу Кэлью в произведении «Алхимик» есть такая фраза «Бог дает возможность узнать будущее, если разрешает это будущее изменить». В ваших руках ваша судьба. Творите историю своей жизни. Нам дан всем великий замечательный год для важных долгожданных перемен. И делайте всё с любовью и благодарностью. Я искренне благодарю вас за тёплые слова и пожелания, которые вы оставляете под моими видео. Это очень помогает моему каналу развиваться и вдохновляет меня на новые добрые видео для вас. До новых встреч на нашем канале и на наших семинарах, мои дорогие друзья!